Друзья мои, вам надоело косить траву и она у вас уже с человеческий рост? Тогда даже не думайте! Заходите на наш сайт GardenStock и выбирайте себе мотоблок с роторной косилкой И ваша трава скосится за 5 минут Заготовите сено скоту и также раз и навсегда избавитесь от всей мошки, комаров и других насекомых И у вас будет настоящее газонное поле! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, друзья! Привет, зрители! Привет, садоводы! Привет, дачники! Вы на канале GardenStock, а я его ведущий Алексей Итак, сегодня у нас на обзоре мой любимый мотоблок Это мотоблок Агат с роторной косилкой Сегодня я вам расскажу в двух словах про эту замечательную конструкцию Ну и, естественно, протестируем ее Итак, мотоблок Агат мощностью 6,5 лошадиных сил С какими моторами и какой модификацией бывают такие мотоблоки? Честно говоря, рама и комплектация у всех этих мотоблоков одна и та же Моторы 6,5, 7 либо 8 лошадиных сил Изготовитель это Китай, моторы Хаммерман, Форза, либо Лифан Также есть американские движки Брикс и есть японская Хонда Что лучше взять? Ну, здесь все зависит, во-первых, от цены Естественно, китайские моторы это самые дешевые, от 30 тысяч и выше Если это американский мотор или японский мотор, это цена от 40 тысяч рублей В зависимости от мощности и от серии мотора У нас сегодня роторная косилка Да, кстати, не так давно мы снимали обзор мотоблока МБ Это была у нас Нева и Акан Куда тоже крепили роторную косилку И многие в комментарии начали писать А подойдет ли эта роторная косилка на мотоблок Салют либо Агат? Нет, не подойдет Для мотоблока Салюта Агат своя косилка У нее чуть-чуть будет отличаться посадочное место Потому что вообще сам мотоблок Агат за счет своего низкого центра тяжести Имеет низкий нос И поэтому здесь вот такая пластина вниз уходящая В принципе, ту косилку можно переделать, переколхозить Но зачем, если можно купить реально косилку, которая штатно будет подходить на ваш мотоблок Также у этой роторной косилки в комплекте будет идти вот этот нос-переходник Чтобы нам одеть косилку Заря на мотоблок Агат либо Салют Нужно снимать подножку, которая крепится у этих мотоблоков спереди Еще в комплекте здесь будет идти юбка Фартук называемый Он вешается сзади на скобу А для чего это нужно? Трава, которая летит от роторной косилки Чтобы она на вас не летела Вот этот фартук как раз-таки будет защищать и прикрывать ваши ноги, вашу обувь и вашу одежду Как вы все знаете, у мотоблока Салют либо Агат Идет два ремня на привод сцепления Это, конечно же, хорошо и надежнее, чем один ремень У самых шкивов, что у переднего, что у заднего, есть четыре ручья Для чего это нужно? У мотоблока две скорости вперед и одна передача назад Но на любом сайте будет написано, что у мотоблоков Агат и Салют Четыре скорости вперед и две задние скорости Вот каким образом это и как это будет все выглядеть Коробка передач две вперед и одна назад И ремни можно перекинуть на другие ручья Тем самым уменьшить либо увеличить крутящий момент И тем самым задать скорость больше либо меньше Вот за счет вот этих вот как раз-таки перекидываний ремней на другие ручьи Мы получаем удвоение скоростного диапазона Комплектация мотоблока Агат стандартная Четыре почвофрезы с захватом 76 см Два пневмоколеса диаметром 4х8 И также удлинители осей маленькие и большие Мотоблоком из коробки можно начать культивацию производить И также использовать его как тяговое средство Прикрепить к нему телегу и транспортировать, перевозить какие-то грузы Еще мы можем работать, к примеру, с окучником Одеть маленький удлинитель осей, прикрепить к нему сзади окучник И окучивать ту же самую картошку на ваших пневмоколесах Но многих это не устраивает Покупают металлические грунтозацепы для работы с плугом Либо высокие колеса кумп Чтобы окучка была эффективнее Так как у мотоблока низкий центр тяжести Редуктор находится достаточно низко Нужен высокий диаметр колес, чтобы редуктор не цеплял гряды Все это навесное оборудование всегда продается в нашем магазине Есть какие-то вопросы, пишите в комментарии На все ваши вопросы отвечу Также под видео есть контактный номер телефона Куда вы можете всегда позвонить Либо написать в WhatsApp и Viber С удовольствием отвечу на все ваши вопросы Пишите, не стесняйтесь Чтобы монтировать такую косилку на мотоблок Вам нужно иметь ключ на 10 Для того, чтобы снять защитный пластиковый колпак После чего на один свободный ручей Мы одеваем ремень привода роторной косилки Итак, сама роторная косилка Она очень схожая с комплектацией косилки MB Честно говоря, кроме как подвеса Она ничем не отличается Но только еще нос этот в комплекте идет Для того, чтобы ее прикрепить Сняли подножку И здесь в комплекте идет два болта С гайками Открутили, прикрутили нос Одели на нее роторную косилку Все, вся установка Заняла она у меня минут 10 максимум Роторная косилка стандартная Как и заря Здесь есть два массивных редуктора Которые понижают обороты Но увеличивают крутящий момент И две тарелки, они же диски На которых у нас закреплены режущие ножи Которые, естественно, от центробежной силы выходят И начинают стричь траву Итак, давайте сейчас заведем мотоблок И посмотрим, насколько же он хорошо работает Чтобы завести мотоблок Агат Что нужно сделать? Ну, естественно, если это китайский мотор Здесь есть клавиши включения и выключения зажигания Зажигание включили Заслонку воздушную оставляем в этом же положении Кран бензина открываем Фиксируем полугаз Заводим Не завелся Значит, заслонку закрыли Завелся Так, ротерная косилка у нас сейчас не работает Почему? Потому что мы не включили рычаг Сейчас мы его включим Опа! И у нас заработала сама косилка Дальше я прибавлю обороты Включу переднюю передачу Опа! Это, наверное, вторая все-таки О, вот это первая Вот здесь комфортненько за ним идти Ну и сейчас мы дойдем И попробуем МПКСи Я думаю, это самое интересное МПКСи 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заглушим пока мотоблок и посмотрим, насколько же быстро мы эту траву всю скосили И смотрите, какие ровные валки у нас везде получаются В принципе, можно ходить по кругу, можно ходить по квадрату Честно говоря, роли никакой не играет Друзья мои, зашли мы на второй участок нашего поля Трава у нас здесь практически с человеческий рост Сейчас я запущу мотоблок и посмотрим, насколько же он быстро и, самое главное, эффективно скосит ее всю Начнем мы от малого круга к большому кругу Мотоблок у нас уже заведенный Сейчас я сделаю чуть больше оборотов Включу роторную косилку Оборотов надо было больше делать Не включилась косилка Но ничего страшного Заводим И включаем привод Поперли Друзья, честно говоря, хочется остановиться И посмотреть, точно ли она все срезала Точно это волок Или это просто трава уложенная Нет, нет, нет Конечно же, все скосило Вот, вот, вот Ну что, вам нужно обед коровицы? Смотрите, вы ее уже обеспечили Дальше 15 минут работы И у вас неделя кормки вашего скота обеспечена Смотрите, вы ее уже обеспечены Смотрите, вы ее уже обеспечены Две минуты Участок скошен Вам надоело наблюдать эту мошку на вашем участке Комаров, которые прячутся вечно в траве Ходить и опрыскивать или уничтожать эту всю живность Тогда не жмотитесь Покупайте мотоблок, роторную косилку к нему И скашивайте, чтобы ваш участок был похож на газонное поле И чтобы можно по нему было свободно ходить И не быть покусанными всякими насекомыми Ну и денек у нас сегодня Температура 30 градусов плюс Если бы я сейчас косил ручным бы триммером Мотокосой или электрокосой С меня бы сейчас лилось бы просто ручьем Был бы эффект выхода из бани Ну и, конечно, все сейчас спросят Насколько я им устал? Да вообще не устал А в чем здесь усталость? Завел, ходишь с ним вперед-назад Просто нужна определенная сноровка И не более того Понравилось ли мне им работать? Конечно, да Я считаю, что роторная косилка Она отлично подходит для любой травы Высокая, низкая, густая Растительность густая Либо даже попадают какие-то мелкорослые деревья Вы могли видеть на ютубе Что такая косилка даже мелкорослые деревья Поросль-кустарник берет вообще на раз-два Пух и прах Монтируется легко, снимается легко Сам монтаж-демонтаж занимает 5 минут Если вы это умеете делать Поэтому, если вы купили себе мотоблок Агат И до сих пор не купили себе роторную косилку Прямо сейчас заходите на наш сайт Цены постоянно растут Металл дорожает Сейчас эта косилка стоит 16 490 рублей Если вы хотите ее купить именно за эти деньги Прямо сейчас делайте заказ на нашем сайте Но если вы хотите получить дополнительную скидку То именно на этот аппарат Который мы сегодня демонстрировали в работе И показывали всем вам Мы предоставляем 15% скидку 16 490 на калькуляторе минус 15% Получаете вашу цену Ну а для всех тех людей Кто хочет потрогать руками Посмотреть в живую технику Ждем вас в нашем магазине Который находится по адресу Московская область, город Пушкино Улица Большая Тарасовская, дом 81 Приезжайте Ведь в нашем магазине есть всегда в наличии Роторные косилки двух типов Калужская, заря и чебоксарская, пахарь Эти косилки вы можете посмотреть, сравнить И выбрать себе ту или иную косилку Которая понравилась вам больше С вами же был канал Гарден Сток А я его ведущий Алексей Всем кому понравилось видео Обязательно ставим лайки Подписываемся на канал И пишем комментарии На все комментарии я отвечу вам лично Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok